Доброго времени суток, дорогие детишки, здорово олигофрэм, отдай калаш, сука, мусоропровод, он сказал мусоропровод, мусоропровод, мудак ты тупой, ну ладно, ему простительно, он типа быдло, коммуняка, коммуняка, сраный, я так понимаю, ну, блин, эти портки, конечно, это, да, я так, насколько помню, в первой части были какие-то элементы стелс-акшена, шикарно. Надеюсь, их здесь нет, потому что в первой части они были реализованы отвратительно, чуть более, чем полностью. Что? Где мы вообще? Да это не лифт, это кашняга какая-то. Двинули. Двинули. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы, да. Какие масштабы, три странных этажа, вон там, лас на той стороне, по 10 камер на каждом этаже, охереть теперь. Ты первый, ты за мной, только тихо, а то газ пустят. Газ пустят. Двинули. Присесть можно? И главное на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Ну, блин, как ты шутник просто. Со всех сторон, блин. Фак. Я не успел. Ну, отлично. Короче говоря, собственно, основной косяк с озвучкой в том, что вообще, когда у игры английская озвучка, у русской игры, английская озвучка лучше, чем русская, то это говорит о том, что у игры конкретные большие проблемы. Скорее всего, с мозгом у разработчиков этой игры. Кажись, проскочили. Потому что вот в англоязычной версии игры, как можно было заметить по заставке начальной, там русский гражданин говорит на неродном языке, на английском. И это звучит так, как если бы он говорил на неродном языке, как он и делает, собственно, да? Но когда... А ты пошел ты нахер, блядь, в самом деле, еба. Когда русский актер говорит на русском языке, который является для него родным, так как он... Как будто... Как если бы он был для него неродным, вот это уже, извините меня, блядь. Как это у них получается, я не знаю, блядь. И вот я... Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку... Теперь тихонечко двигаю вперед. Замри! Что-то мне это сильно напоминает. Масяню какую-то серию. Маленькая сука-мышка. Отомри! Блядь, ну какой в жопу отомри, ёпта. Ну хорошо, ну спасибо, маленькая сука-мышка. Вот это было, ну... Окей. Это, это, это окей. Ну, блядь, ну отомри, ну ё-моё. Ты ещё кролика давай вспомни. Чё вы тут за филы, что ли, все собрались? У одной дуры, бля, кролики. У другого, блин, мышки, еб... Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай. Только раньше времени не начинай. Блядь. Спасибо за чекпорт. Всё, работаем. Работаем, работаем. А нож можно? Включить. Ага. До свидания давай. Да. Окей. Здорово, пацаны. Так и мы на душе. Слышишь меня? Там рычаг. Он лестницу опускает. Я... Спасибо, я догадался, ёпта. Это единственная кнопка, которая здесь есть. Ебать. Чё это? Может, вы выберетесь? Там в караулке пульт наверху. Ну, чё тебе стоит? Блядь. Чего? Да заткните... Пошли вообще нахер, блядь. Мудаки вы, короче, все изна... Выкрути лампочку. Чего? Да, голой рукой, блядь. Прожекторную лампочку, блядь. Там, блядь, ватт 150-200. Даже если 100, да какая в жопу разница, блядь? Рукой, блядь, ага. Успехом, блядь. Отлично. Ну. Чё, как? Пожрать дайте, блядь, чё? Пошёл ты, блядь. Фашист недоделанный. Так тебе и надо, блядь. Слышь, парень, открой замки. В караулке пульт. Давайте ещё три раза мне повторим, блядь, открой замки, блядь. Я вижу, что вы сюда не на прогулку пришли. Нет. Ну ты, блядь, короче, вообще дал стране угля, сука. Что значит ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал засход. Это же трибунал. За сочувствие урока. Обершарфюрер? Такое звание вообще есть? Ну, ладно. Я в них не разбираюсь особо. Кроме штандартан... Штандартан... Шт... Штандартан... Блядь, короче. Ну и... А тут ещё этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька. Чё его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что? Заплатил? А то... Ты этот... Послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ладно, похер. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. Половина моя. Вот левый говорит, как идиот, блядь. А тот, который, ну, вот металл нажил, он нормальный. Да ничего здесь торчать! Как можно... Вот... Песец. Хер обершарфюрера, блин. Что я здесь делал? А, я и бурно не знаю. А, это мне ножей накидал, чтобы я типа... Что, чтобы фашистов этими же самыми ножами... Смешно, смешно, да. Смешно. Нажмите С. Окей. Естественно, Артём умеет всё. В том числе метать ножи. Шикарная. Шикарная композиция. Ненавижу стелс-акшн. Что-то за урод там сидит. Ну да. Недолго музыка играла. Что это за урод? Ну да, да, да. Ага. Я так и подумал. Жаба какая-то. Ну и ладно, нахер иди. Что? Окей. Whatever. Ещё не хватало читать эту всю херню. Интересно, а нож можно подобрать обратно? Потому что если можно, я... Ну, будет приятно. Шикарно. Ну хотя бы об этом подумали. Спасибо. Спасибо большое, бля. Так. Кто-нибудь кого-нибудь видит? Я вижу одного фашиста. Я вижу врага, он меня не видит. Окей. Ну ладно. Круто. Жму. Куда? Окей. Будем считать, что я спрятался. В чистом поле. Я? Где-то это хорошо, когда враги дебилы? Ну. Окей. А, и тут-то ты неожиданно где-то на ган, блин, добыл. Ага. Револьвер с глушителем. Шикарная композиция. Значит так. Дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полному. Эх, гранату бы. То есть ножи у меня все. Или они... Ну, они как бы просто есть. Ну да, они просто есть. Окей. Хорошо. Лампочки все можно выкрутить? Пелесно. Нет, вот идеи, ну, разумные идеи, как бы, есть в игре. Да, то есть, вроде окей. Местами. Интересно, с опережением кидать? Ну. Вот, разумные идеи есть. Визуально, ну вот, ну, красиво, в принципе. Учитывая, тем более, что я на средних настройках играю, ну, для того, чтобы меньше тормозило, ввиду того, что у меня не самая мощная машина на данный момент, да. Ну, как бы, даже на средних нормально, ну, хорошо выглядит, ёба. Ну, почему надо все так вот испортить отвратительными мудаками, актерами, отвратительной озвучкой? Ну, это же писец, это же невозможно. Хоть на английском играй, ей-богу, там хоть не так уныло все это, блядь. Пошел нахер. По-моему, меня спалили. По-моему, я спалился немножко. Ничего такой глушитель, я вам могу заметить. Ну, то есть, как бы... Револер, вообще-то, с глушителем, как бы, так-то не очень работает, на самом деле. Бля, вообще, тут так-то. А, вот этот вообще ноль звука, просто ноль, блин. Ну, а это спешим, это на мрачное будущее, блин, прогрессивнее. Тоже мне, блин. Э, ну ты поможешь или как? Да пошел ты нахер, ну, дело. Я камера открыть хочу. Фридом! Эй! А на кой хер у вас тут товарища Менделеева висит таблица? А, хер его знает. Да-да-да. Чё ты на той стороне? Понял. Странно, что на счет три, блядь. Какими особенностями? Ты, долго этот рычаг держать будут? За чистоту человеческой расы. Говорят, мол, если мутанты размножаться будут, через два-три поколения все население в метро выродится и вымерет. Да-да-да. Пацаны, конечно, дали, да. Уходить отсюда надо и быстрее! А, тут это ты типа... Окей, окей. Ну, что я могу сказать? Этот эпизод не такой отвратительный, как первый. Враг моего врага, мой друг. И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженный развит группы красных. Я никогда не питал особой симпатии коммунистов. Но Павел действовал как герой. Да, конечно. Ну что, пока все тьфу-тьфу-тьфу! Ты молодцом, не зря тебя в Рейнджеры взяли. Рейнджеры. Что тут происходит? What the fuck? За мной, не останавливайся! Ну вот красиво же. Вот, вот, композиция. Хоть на скриншот сразу, красиво. Вот почему, блин, с таким бюджетом... Окей. А, куда идти? Граждане фашисты, в какую сторону пройти? Которые ломятся от еды... Охрана, дорогу! И оружие! Там хватит конфет... А, это главный гад, да? Был сыст сто лет! Сто лет! Там достаточно оружие, чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценных! Да, да, зига, зига и все такое. Какую-то вы зигу неправильно кидаете, закрытую, блин. Довольно забавно можно объяснить, почему они все одного роста, ну, модели, персонажи. Одного роста и одинаковых пропорций. Потому что фашисты измеряют всех циркулем, типа. Такая, типа, отмазка для разработчиков, ну, для того, чтобы не делать сильно разные текстуры, сильно разные модели и так далее и тому подобное. Что-то в этом есть. Ну, а где зига? Вот. А сюда? Туда или... А тому ли отдала, блин? Типа, куда идти-то? Не надо это все слушать вообще. Видимо, да. Ой. Они разойдутся потом куда? Обратно? Ну, то есть ко мне пойдут? А, я могу пройти? Стоит ли мне это делать? Не знаю. Это Павел? Видимо, да. Окей. Типа, мы беспалево. Слава Рейхо! А! Блин. А я думал, что за херня происходит? Я что-то не заприметил момент, когда мы переоделись в фашистскую форму. Куда мы идем? Зачем мы идем в самую толпу фашистов? Я не знаю. Все? У пацана кончился сценарий, поэтому он тупо стоит и все на него тупо смотрят. Зашибись, отличная идея. Вы не могли ему речь написать? Я не знаю. На 40 минут. Что там еще? Побег! Двое из жареных по деревьям. Перебили охрану и скрылись. Так что вы тут делаете? Найти немедленно! Касмурно, грен! Вон, стоять! Спионы! Сюда! Да, 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 да. Конечно, конечно. Да, никто ничего не заметил. И ничего не сделал. Вообще всем похер, бля. Какое все киношное со всех сторон, бля. Да, 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 да. О, да, да, да. На, порылу, бля. Ну, окей. Окей, окей. Окей, пацаны. Тут-то вы реабилитировались неожиданно. Меня вообще не задело. Держись! А, меня задело? Спасибо большое. Какого хер меня задело? Получи! Ну ты, блядь, снайпер, конечно. На землю! На землю, сука! Стоюсь! Не стреляй, не отдаю! Пристрелят же? Уверен, как пить дать пристрелят? Я бы пристрелил. Фашист же. Держись, Артем! Еще щедок! Быстро! Догнать их! Поедем уже, не? Жми на газ. Ворота поднимают! А, шикарно! А можно мне что-нибудь другое? Вон они! Ну, солодись! Остороните их! На, блядь! Стой! Ворота поднимают! Ворота поднимают! На, блядь! Что-нибудь не шестизарядное, а можно? Clean Escape! Еееей! Но, повторюсь, вот этот, вот этот пассаж красивый. Могут же, когда хотят, блин. Пацаны, возьмите меня кто-нибудь режиссером озвучания. Я сделаю как надо. Ей-богу. Уже, блин, российскому игрострою, блядь. Когда первые игры появились российские? Ну, Тетрис не считаем. Коммерчики успешные. Ну, не успешные. Окей, коммерчики игры, когда появились первые. Где-то 89-й год. И вот с 89-го года прошло, блин, сука, 25 лет. И до сих пор, блядь, ни одного режиссера озвучания нормального не появилось. Шикарно, спасибо, блядь. За 25 лет? Ни одного? Как так-то? Шикарно. Чё-то резко, я здесь рядом стою, блядь. А всё почему? Потому что, блядь... Как там поджечь-то было? Окей, whatever. Я хочу поджечь. Труба. Ну, ладно. Подожгем так. Та же проблема, что и... Окей, вообще-то я не это имел в виду. А можно подобрать обратно ножик? Я имел в виду присесть. Я как-то привык, что на... Ну, на С приседают. Окей. А не на Контрол. А тут вон она как. Да заткни ты... О, я же знал, что здесь что-то есть. Заначка какая-то. Та же проблема, что и в дубляже, короче. Проблема в том, что именно пацаны, короче, озвучивают по листам. Без привязки к контексту вообще, какой бы то ни было, блин. Конечно, блин, как актёр может нормально играть, если он не знает, о чём вообще... Что происходит и... Ну, о чём речь идёт. И более того, они эти сценарные листы, насколько я знаю, озвучивают даже, блядь, не по порядку. То есть, как бы, они пришли на смену, им дали там, блядь, там... Десять листов, типа, херпами откуда, непонятно какой части игры, там, ну, или фильма, да, и типа читай. Ну, мужики, тащи его на пост. Слышь, а если он не один тут? Нет. Внимание, второй пост. Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Вы крысу из вентиляции достали. Да, ещё могут быть. Принято, проверяем. Ну, развлекуха? Окей. Чё, как? Чёрт знает, что творится. Спасибо, что дверь открыли. А сколько их было? Крак. На. По лицу. А-а-а. А-а-а. Спокуха. Упс. Упс, не попал. Куда ты стреляешь? Ты даже не знаешь... Ну, конечно, он скорее всего предполагает, что стреляли отсюда, с этой стороны. Это взрывающиеся бочки? Или нет? Я не могу понять. Я не знаю. Ну, давай, ёба. Вы пока... Гельчатай. В конце концов, открой личико. А, ну да. Шикарная композиция. Давайте ещё, блин, сейчас. Ну, так бы сразу. А то, что за фигня? Можно чекпоинт? Окей. Ого, окей. Ты умер? Молодец. Ты тоже умер? Молодец. Куда? Кто? Что? Где? Слышь, успокойся. Да, ё-моё. Да, ё-моё. Шикарная композиция. У меня кончилось всё. Прекрасно. про law 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 lawunn SA2 Можно патронов ля 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 можно створ окей да загрузи последующими ну не попал я не попал блин проверяйте давайте речи да ты блин бэтмен чисто скачешь и никто ничего не заметил хера вас много там клиент пацаны а да ладно да ладно да ладно три патрона 4 да я тебя вижу а ты меня нет к с лишь фашисты санты коммуняка спать чё дергайтесь так патронов не патронов снаряды что а вот так можно поменять да а я-то думал а почему я не могу но это это пассаж то известный ну про а их там двое их там трое так они близнецы братья ну ладно ну в общем то это не удивительно они фашисты все 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 успокоились ну вот так вот так то проще конечно будет у этой пушка была говно в первой части а долл и мы вообще просто отстой отвратительный в том плане что им из нее никуда попасть было просто невозможно маузер шикарная композиция я даже знаю нужен ли он мне а это третий вид оружия а то есть я мог взять дробовик ну да действительно логично не хочу я дробовик не хочу где бы мне чек-поинт найти чтобы сохраниться и и магнум магнум ну магнум это круче чем маузер я наверное думаю так то пошел пошел нахер где чувак там между нами между нами труба если вдруг не заметил так тебе надо лошара но блин вот когда никто не разговаривает а можно просто пристрелить пару фашистов игрок выглядит гораздо лучше здорово что это я что-то плохой сделал а этот ваши надеюсь это был фашист а херва разберет я не знаю что он там читал evolution of the species непонятно orson wells нет какой-то хер я не могу разглядеть ну просто такая музыка как будто я что-то плохое сделал а ничего что за дверью там вообще стрельба шла и сам всех убивали крушили ломали ну как поскольку не за наши деньги куплено и он даже ничего не заметил спокойно лежал книжку читал блять да ты просто книголюб парниша что могу сказать ну ладно этот эпизод гораздо приятнее чем предыдущий со всех сторон но и стелс стелс вот эта фигня вся реализована лучше чем первой части потому что нету лишнего геморроя типа там вообще был какой-то изврат я уже сейчас мутно помню какой-то дебилизм полнейший поэтому ну неважно на сегодня все шерти лайк эти видео оставляйте ваш фидбэк нашей книги для жалоб и предложений она же секция для комментов внизу и кстати я видишь мой монитор наконец-то включился оказывается все что нужно было сделать это отключить аэро в windows и блин зашибись вообще тема блять вот охереть откуда как я должен догадаться об этом хотел бы я узнать ну ладно хотя бы я теперь вижу идет мне запись или нет в общем неважно подписывайтесь на канал до новых встреч в эфире граждане